Студия медиакнига представляет. Виктория Свободина. Безупречная помощница для злодея. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Не сработаемся. Обаяния? Никакого. Губы недовольно сжаты, взгляд недовольный, колки. Смотрит этак свысока, как на провинциалку. По наехавшую. Цепкую хищницу. Что, впрочем, недалеко ушло от правды. Когда я села напротив шефа, недовольство в мужском взгляде только усилилось. Но что ему так не нравится? Одета хорошо, в приличной строгий деловой костюм. Сегодня ради первого рабочего дня и этой встречи отказалась от высоких дразнящих шпилек. Прическа тоже крайне аккуратная. Вот все так, чтобы никто не смог ко мне придраться из-за внешнего вида. Может, он не любит блондинок? У-у-у, злодиюка. Нет, не буду ради него перекрашиваться. Впрочем, меня же предупреждали, что норовом этот босс крут. Но все равно не понимаю, зачем на меня прямо сразу так смотреть. Я же ему ничего не сделала. — Доброе утро, Владислав Сергеевич. Я произношу приветствие так, словно не утверждаю, а спрашиваю, такое ли доброе утро у начальника? — Доброе, Варвара Олеговна. Знаете, давайте без долгих прелюдий. Мы с вами не сработаемся. Собирайте свои вещички по-хорошему и возвращайтесь обратно. Вашу тьму-таракань. — Отлично просто. Еще один гамадрил рода мужского на мою голову. Прищурилась. — Чем вам так не угодила моя кандидатура в роли вашего заместителя? — Тем, что я вас не выбирал. Я не знаю, с кем вы спите и кто ваш покровитель, да и не хочу знать. Со мной вы работать не будете. Тяжко вздохнула. За время, что я тружусь в нашей компании, с кем только мне не приписывали романов и интрижек. При этом мило закрывая глаза на то, что работаю я за троих, беру на себя любые инициативы, согласно отправиться в любую командировку, когда у остальных семья, дети, болячки и просто банальная лень. Но нет. Раз симпатичная, относительно молодая и незамужняя, значит, повышение только за счет любовника в высших звеньях руководства. Да, последний скачок для меня был солидный. Из нашего небольшого провинциального городка я, наконец, выбралась в столицу. Главной офис на должность заместителя руководителя крупного отдела. Но, честное слово, куда проще мне бы жилось, если бы я и вправду с кем-то спала. Козырную должность мне дали именно что за усердие в работе и на особых условиях. Покровитель у меня действительно есть, но нужно ему не то, что обычно все коллеги себе любят представлять в своих влажных фантазиях. Извините, но я никуда по-хорошему или по-плохому не уйду. Я много работала, чтобы добиться повышения переезда, и в свою тьму таракань возвращаться совершенно не хочу. Вновь вздохнула, переводя дыхание. Главное не показать, что я в любой момент могу сорваться и заплакать. Нервы в последнее время со всеми переработками и отсутствием личной жизни стали сдавать. Но слабость показывать нельзя. Только повеселю и доставлю этим удовольствие злодеюке. Очень жалко, что вы меня так восприняли, но, возможно, со временем ваше отношение изменится. Максимально вежливо и спокойно ответила я. Мне нужно быть теперь предельно аккуратной, чтобы начальник не нашел повод от меня избавиться. Так, значит. Теперь и шеф прищурился, и оценивающий меня глядел. В принципе, я не буду против, если вы останетесь работать здесь, взяв на себя дополнительные обязанности. Начальник требовательно постучал пальцем по столешнице. Под стол. Если хорошо справитесь, то так и быть оставайтесь. Подавило очередной тяжелый вздох. Это уже совсем наглость. Мне, конечно, много чего подобного на работе и в жизни предлагали, но не так ультимативно, как правило, сопровождая предложения цветами и свиданиями. Кажется, этот босс хочет либо отпугнуть, либо устроить большой скандал, ну или действительно развести на что-то приятное для себя. Достала из кармана телефон, включила камеру и направила ее на начальника. Уже не в первый раз замечаю, что под камерами многие борзые люди становятся вежливее. Ну и потом дома заодно поближе шефа рассмотрю. Противный, конечно, но красивый, зараза. «Владислав Сергеевич, уточните, пожалуйста, вы сейчас предлагаете мне, честной девице, 28 лет от труду, вступить с вами в интимную близость? Причем исключительно за то, чтобы ваше отношение ко мне улучшилось, верно?» «Уберите телефон», — сленцой в голосе повелел мне Владислав Сергеевич Каверин. Еще эдак царски махнул рукой, мол, «позволяю». «Вот спасибо. Телефон убрала, но недалеко. Пусть только попробует мою сторону руки тянуть, а славлю на всю сеть. Теперь злодей моего романа смотрит на меня оценивающе, но уже не так, как в первый раз. Раньше взгляд был раздевающе унизительный, а теперь шеф словно спрашивает, что за фрукт такой на его голову. А вот такой, да, кисленький, лимончик. И никакой клубнички». «Варвара Олеговна, объясните, почему все-таки прислали именно вас из всего многообразия выбора столичных кадров?» «Ой, но это я, конечно, объясню. Кто ж себя хвалить не любит? Потому что я настоящий алмаз ограненный. Умная, трудолюбивая, исполнительная, инициативная, коммуникабельная. Имеет два высших образования. Ко всему прочему, обладаю деловой хваткой и способна успешно вести переговоры с деловыми партнерами. Не боюсь трудностей и...» «Я понял, достаточно». «Жалко, я только начала». «Не сомневаюсь». Начальник задумчиво постучал пальцами по столешнице. Замерла в ожидании вердикта. «Ладно. Говорите, кто ваш покровитель, и так и быть. Если я сочту его приемлемым, соглашусь с вашей кандидатурой». «У меня нет покровителей. Начальник на прошлом месте работы рекомендовал меня. Со мной связались и пригласили сюда. Возможно, хотели освежить штат, взяв не местного, зато опытного и хорошо знающего дела компании сотрудника. «О, как иронично смотрит!» «Не верит». «Правильно, не верит. Но если узнает, кто именно мне покровительствует, может очень сильно удивиться. Надеюсь, не выяснит. Иначе точно меня рядом с собой не потерпит». «Вы мне не нравитесь, Варвара Олеговна. Есть у вас нечто настораживающее. Буду за вами наблюдать. Любая серьезная ошибка с вашей стороны, и мы с вами попрощаемся. Идите в свой кабинет». «Фух, наконец-то!» Поднимаюсь, одариваю начальника дежурной улыбкой, и быстро, пока тот не передумал, ухожу, чувствую на спине тяжелый многообещающий взгляд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!